13 часов и 6 минут это особое мнение у микрофона Владимира Сметанина я приветствую в нашей студии Николая Пихтина общественника Николая Анатольевич, добрый день давайте поговорим, обсудим те многочисленные городские проблемы, вопросы которые у нас есть на повестке дня по-моему проблем у нас меньше то и не бывает как-то все в таком напряге живем готовясь накануне к программе совершенно выпало из памяти о том, что накануне было первое пленарное заседание общественной палаты Кировской области четвертого уже созыва помятуя о том, что вы были членом общественной палаты давайте начнем с этого, может быть есть какие-то напутственные слова, свои пожелания к новому созыву какие напутственные слова работать, работать, работать на благо граждан, на благо жителей мне в этом созыве непонятно один момент я спрашивал людей, мне никто прокомментировать не смог, раньше был секретарь общественной палаты, он бесплатно не получал никакую зарплату то есть сама по себе должность секретарь называется да, а сейчас председатель там если будут платить деньги то я считаю это не совсем правильный сюжет это общественная палата но это пока предположение мы делаем это предположение, да не выяснили Александр Александрович Галецких продолжает свою работу в качестве руководителя общественной палаты я не буду называть фамилии, но мне кажется, что есть я не буду называть фамилии, но я не буду называть фамилии люди, которые вполне могли бы справиться вы были черенок на первом? нет не были что любопытно то, что первая пленарка проходила в доме Витберга да и там разговор пошел о том, что хотят отдать под общественную палату да, да, да я еще при Белых в своем созыве, помню, когда у нас только начиналось я поднимал вопрос и Белых спрашивал в 2009 году? да, он сказал, что решим вопрос что, ну, не дело как, где сейчас находится общественная палата Дерендеева-23 да, это за кордоном проходить, полиция сидит, охрана это одно из зданий правительства в Кировской области, напоминаем? да, 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 неудобно все же общественная, есть общественная, граждане ходят и каждый раз все это оформлять не проверят ну, вот я цитирую слова и кстати, там не так уж много места цитирую слова губернатора, если я не ошибаюсь, да? или нет, простите, это Александр Александрович не, губернатор сказал, что не могут рассмотреть не в ущерб основной деятельности ну, там, в принципе не так много места ну, как известно, у нас в доме Вильберга в настоящее время располагается центр туризма и вот он сказал о том, чтобы центр туризма он продолжит свою работу в этом здании на улице с Паской ну, вот подумаем о том, чтобы общественная палата разместилась в доме Вильберга мне кажется, гораздо удобнее ну, в целом, вариант вам подходит? мне нравится лично вам подходит что касается комиссий постоянных созданных в четвертом созыве общественной палаты они тоже уже известны комиссия Центра общественного контроля в сфере ЖКХО остается из предыдущего созыва комиссия по образованию, науке, культуре и делам молодежи комиссия по развитию агропромышленного комплекса по развитию гражданского общества по экологии и природопользованию по развитию экономики и инфраструктуры по общественному контролю экспертизы этики и регламентов тоже была такая комиссия комиссия по соцразвитию здравоохранения, физкультуре и спорту по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами она была да так в общем и целом на ваш взгляд все сферы охвачены мне вот молодежи не хватает например комиссия общественной палаты в сфере молодежной политики может быть нет понимаете во первых все не охватить а во вторых комиссия здравоохранения и так далее они занимались и молодежной политикой здравоохранения молодежь ну понятия близкие в общем пусть работают пусть работают удачи результатов у нас много тем действительно накопилось давайте сейчас подведем итоги вчерашнего заседания Кировской городской думы несколько пунктов для себя выписывал и тоже вам знакомил и так в первую очередь хочу затронуть вопрос концессии депутаты проголосовали за так называемую концессию речь идет о передаче объектов теплоснабжения который находится пока в собственности муниципалитета ТАУ ПАУ Т-плюс естественно срок действия концессии 35 лет ну и так далее и так далее всего в реконструкцию потребуется 16 миллиардов рублей вложить на этом этапе далее говорится о том что те средства которые сейчас Т-плюс вкладывает это 60 миллионов рублей каждый год их недостаточно ну вот лично мне тревожно честно говоря понимаете внедрение концессии сколько мы будем платить интересует разумеется у вас какие соображения понимаете во первых надо признать что действительно пробыть КТК о том что ну трубы изношены до безобразия в городе очень много постоянно почему раскопки и так далее они там технологии меняют но результат не очень хороший почему потому что не успеваете просто и средств не хватает во вторых то что тариф повысится пока бы я так не говорил точно почему потому что ну читая федеральные СМИ по некоторым городам то же самое мнение разнятся он может быть повысится чуть-чуть может быть существенно повысится есть вариант такой обговаривают что может быть под это дело будут выделены федеральные деньги некая федеральная программа да 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 под которую можно зайти да и по именно на концессию вот на таких условиях значит будут выделены федеральные деньги по большому счету для горожан важно чтобы трубы поменяли потому что вот эти аварии это все это же и грязь это и раскопки постоянные дороги делаем отключение воды на месяц дороги делаем потом это все разрываем конечно конечно ну делать это ну нужно просто уже ну пора да товарищ а вам не кажется вот в целом вопрос о концессии там очень много догадок и она как то вот есть плохо освещается по моему мнению у вас есть мне кажется она вообще почти что никак не освещается так и отдельные отдельные ремаркики это комментарии идут и все а общие картины вот я не представляю даже общего давненько пора уже по моему заняться очень подробным разъяснением ну это упрек информационная служба город администрации ну не только наверное ну да не только наверное а и т плюс тоже и вопросы потому что как это обычно бывает ведь догадки они рождают предположения ну я бы я бы предложил буквально после вчерашнего заседания гордумы может я не знаю сегодня-завтра собраться вместе сделать пресс-конференцию для СМИ чтобы пришли и т плюсы и город администрации где-то вам вопросы уже проясните рассказать что это какую-то картину общую представить а может быть они сами не до конца понимают кто будет работать тоже такая или хитрости какие-то есть про которые умалчивают есть вакуум информации всякие нехорошие предположения рождаются есть однозначно конечно сети находятся в отвратительном состоянии все это конечно нужно ремонтировать неоднократно говорили об этом в студии вот кстати не будет то есть пока неизвестно будет ли в рамках нового созыва общественной палаты трудиться рабочая группа по контролю и содержанию за ремонтом дорог которые просто ахентически я к тому это говорю что общественники представители рабочей группы неоднократно говорили в нашей студии не только у нас о том что надо бы как-то увязать ремонт дорог и ремонт подземных коммуникаций чтобы не возникло знаете об этом много раз говорили но если вот так по-житейски посмотреть то трубу-то может прорывать в любое время и здесь согласовать как-то в некоторых случаях ну просто нереально голосовать кто знает сейчас у вас рядом возьмёт да провёт поэтому сложно сказать хотя у вас какая-то естественно должна быть мне кажется они между собой согласовываются не всегда получается вот у меня рядом с офисом положили асфальт свеженький и всё потом порвало трубу они приехали начали копать но кстати я должен отметить что они ничего не сделали очень интересно недавно было они чуть не каждый год это копали в одном месте все трубу нынче они решили всё заменить они очень много выкопали всё заменили но надо дать должное всё ровно асфальтиком закопали бордюрчики всё восстановили ну очень хорошее видео даже газончик травкой засеяли ух Взгляд общественника и взгляд гражданина на то, что происходит в нашем городе. Мы продолжим через полминуты. Сейчас небольшая пауза. Вчера состоялось очередное пленарное заседание Кировской городской думы. И вот кое-что мы сегодня берем для обсуждения с Николаем Пихтиным, общественником. Экс-мэру Кирова Василия Ксича Киселева присвоили звание почетный гражданин города Кирова. Поступило 69 отзывов от различных организаций. Процедура такая, да, присвоение этого звания. Вот только лиц 6 высказались против. Вы на чьей стороне, Николай Анатольевич? Вы прекрасно помните годы руководства Василия Алексеевича. Это избранный мэр, напомню. За него голосовали. Кроме того, что он избранный мэр, там еще есть один такой дюйминант, что он работал в 96-м по 2003 году, по-моему, если мне память измен. В очень тяжелое время для страны в целом и для области. Проблемы с зарплатами, криминалами. Да, да, да. И он это выдержал, в общем-то. Я считаю, что он достойный. Достойный. Поддерживает. Я считаю, да. Я поддерживаю. Видимо, некоторые отзывы в сетях. У тебя говорили, Сергей Алексеевич, мол, он не кировчанин, не коренной, из Архангельской области и так далее. За что и тому подобное. Я про это вообще говорить не хочу, честно говоря, этот сепаратизм, или как его называть, не знаю. У нас больна какая-то тема, да. Варяги. Конечно. Если кто-то не варяги, что-то присли. Важно, чтобы был профессионал, специалист, и свои дела делал грамотно неправильно. А вот общественник Виталий Брам, несколько минут назад, который заходил в нас в дисследацию, он вспомнил о том, что именно при Василии Алексеевича вот эти все перипетии с Сахом-то были, когда он был приватизирован. Там очень много было перипетий. Возможно, это последствия как раз тех мусорных проблем, которые мы сейчас наблюдаем. Мол, не надо было приватизировать Сах. Не факт. Не факт, во-первых. А во-вторых, по мусору много проблем. Сегодня опять подняли тему в соцсетях о том, почему инвесторов не пускают в Кировскую область. Я год назад где-то спрашивал у губернатора и мэра, а почему не пускают инвесторов до сих пор. Это идет еще и до Киселева, это было то же самое. Как-то странная эта ситуация вообще. Инвесторов, то есть сторонние компании? Сторонние компании, да. Из других регионов? Да. Чтобы они зарегулировали переработку мусора и так далее. И все это упорно не пускают. Следующее решение вчерашней Гордумы. Изменили такие наши избранники правила размещения рекламных конструкций. Там много нюансов. Квадратура там указана, размеры и так далее. Я напомню, что на сентябрьском заседании этот вопрос был внесен. По-моему, двух голосов депутатов не хватило, чтобы принять эти правила. Изменения, вернее, правила внешнего благоустройства. Но вот теперь они приняты. В целом, и в общем, если подводить итоги, речь идет об изменении. Все-таки из-за такого облика, да, рекламного, насколько я понимаю, внедрения, так называемого, дресс-кода. Да, дизайн-кода. Дизайн-кода, да. Нужная работа, нужно ее проводить? Мне кажется, нужно проводить. И это небольшой шажок всего. То, что они вчера сделали. Это очень маленький шажок. А надо вот на примере на Линске, как сделали там. Расскажите, пожалуйста. Как дизайн-код города сделали, где все. Это вот на Урбан-форуме в том числе, да, он был презентован? Да, на Урбан-форуме было, где расписано все, какие должны быть цвета, какие оттенки, как должна размещаться реклама, на каком уровне, какого формата и так далее, так далее. И все это очень здорово прописано. Это на зодчество есть, кстати, на выставке, там все это мы ставим. Я думаю, что Киров к этому придет. И говорят, что это готовится уже. Тут сети-менеджер Илья Шулькин, понимая заинтересованность, потому что он неоднократно говорил о том, что у нас бардак, мягко говоря, с рекламными конструкциями, когда реклама тех или иных вещей соседствует, и все это превращается в кислотную картинку, очень трудную для восприятия. Не знаю, почему сами рекламодатели этого не понимают. Почему они должны понимать? Они продают место, зарабатывают на самом деле. А с точки зрения размещения рекламных конструкций на жилых домах, тоже тут камень представения был. Там идет борьба большая. Мол, возможность заработать опять для домов и для рекламных компаний. Может дизайн-код города, который вот это все пропишет. То есть для вас все-таки во главе... Это дизайн-код города. Чтобы это внешний облик, чтобы не было вот этих чехалов. И жители домов, если не хотят разъяснить рекламу, они должны вписываться в этот дизайн-код. Давай, пожалуйста, никакие приказки не нужны. Ну, у вас есть надежда, что преобразования в этой сфере пойдут достаточно быстро и будут заметны и действительно пойдут на пользу? Нет, у меня есть надежда, что это будет сделано и будет этот код расписан. Но то, что быстро пойдет, я сомневаюсь, потому что здесь нужна и организационная работа, и контролирующих органов работа большая нужна. Это и рекламная компания нужно будет переделывать и так далее. Работа большая, серьезно. Ну, насколько я помню, запускать эту работу собираются с улицы Ленина, потому что ранее управление градостроительства и архитектурой... Ну, Ленина, центральная часть имеется. Ну, да. Там тоже безобразие, конечно. Ранее управление нашей городской градостроительства и архитектурой разработало наш концепт. Вот есть надежда, что... Если приглядеться, то ужасно состоит. В небо смотришь ужасно, под ноги смотришь ужасно. Да что ж такое-то, хорошо. У нас зато сегодня, 1 ноября, у меня типа хокки такое получилось сегодня, что я ехал. 1 ноября подморозило, ботинки чистые. У вас это день рождения через 6 дней. Да, я помню, 7-го. Спасибо, Анатолий. Да, да, да. Хорошо. Новый человек у нас в городской администрации, новый чиновник, это руководитель департамента муниципальной собственности Елена Липунова. Ранее, как сообщает СМИ, она работала замглавой администрации Нарьянмара и отвечала она за взаимодействие с органами государственной области и общественными организациями, а также была замдиректором культурного центра муниципального округа Нарьянмар по связям с общественностью. Ну, она лирическое образование имеет. В принципе, вот такие разговоры по поводу, кого назначили и так далее, я бы не хотел это вообще говорить. Почему? Потому что весь спрос с сити-менеджера, он назначает, он свою команду формирует, и с него спрос. Кого он принял на работу и как с ней работать, это уже ему решается. И мне кажется, здесь даже вмешиваться просто некорректно. Ну, и тем более критиковать, вы считаете, не нужно. Я считаю, я считаю, не нужно. Посмотрим по делам. Посмотрим по делам совершенно верно. Ну, мы же знаем прекрасно, да, какие тут скандалы сотрясали в последнее время, да, в том числе, такую структуру, как департамент муниципальной собственности, писалось о том, чтобы там были обыски, ну, вот эти все. По итогам работы, которые насчетный палат. Одно, о чем говорят постоянно и давно уже, много лет, это пора сокращать. И причем существенно сокращать. А вот господин Карпинский, который впервые в истории города пришел на должность заместителя главы администрации по инвестициям, пришел в мае этого года, ну, а в октябре по собственным желаниям был уволен. А ничего не изменилось. Вы что, не знаете о его работе? Нет. За последние полгода? Нет. Я тоже. Так я хотел сказать, что что селом пришел, что ушел, инвестиционный климат, как был, но довольно низком уровне, он там и остался. Вот про мусорозавод говорили, ну и пускают на вес. Наверное, Карпинский этому очень препятствовал. Сейчас с его уходом, возможно, ситуация изменилась. Нет, нет, это препятствование идет уже лет 10-15. Даже больше. Просто как-то закономерные вопросы, я думаю, народ задает. Короче, был человек, получал, наверняка, зарплату неплохую в администрации, да, как замысите менеджера. Чем занимался, никто не знает. Ну вот полгода проработал. И инвестиции никто не... А ведь как хорошо обещал, как красиво говорил, помните? Он же из Сочи к нам приехал. Они все так обещают. Он же из Сочи к нам приехал. Он говорил, что Киров вполне себе достоин навести такой же красоты, как в городе-курорте. Это правильнее было бы у Шульгина спросить, почему так произошло. Может, он ошибся. Может, у черт. И, кстати, давайте не будем исключать, что, может, у Карпинского какие-то там личные вещи случились произошли. Ну, безусловно. Поэтому жизнь, как говорится, всякое бывает. А то, что вот инвестиции не идут, так это и на областном уровне точно так же, и на городском точно так же. Тем более, что, если слышали, у нас два промпарка... Потеряли, потеряли такой статус. Потеряли свой статус. Вот показатель работы. Ну, я предположу, что должность-то останется. Остается. Кто-то будет. Зам сети-менеджера по инвестициям. Несколько слов каких-то. Чем заниматься должен этот человек. По мне, так он должен, он на иношную. Нет, Владимир. Я уже сказал, раз результата нет, сократить должность. А, сократить должность. Бюджет и денег побольше останется. С аппаратом. Можно сидеть там же аппарат большой. Это же не просто человек. Это его зарплата. Это аппарат какой-то. Это кабинет. Это техника. Это машина. То есть, естественно... Пара минут до рекламы в середине часа. Упомяну сейчас про новости. Хочу услышать ваше мнение. А потом уже на рекламу прервемся. Ну, это прям вот вверх какого-то растяпства. Я имею в виду детскую площадку на перекрестке Октябрьского проспекта Иворовского. За домами, соответственно, Октябрьский проспект 90 и Иворовского 44. Знаю территорию. Мы периодически там гуляем с детьми. Я не ожидал, что именно там появится площадка. Но она появилась. А входа в нее нет. Нет, ну это шок, конечно. Я вот сначала подумал, это может фейк-ньюс. Как так-то? Оказалось, нет. Действительно не откуда. Как так? Нет, вопрос... Даже кто проектировал, кто заказывал, кто делал, ко всем к ним вопрос. Ну как так, действительно. Даже представить сложно. Дети вынуждены перебираться через это ограждение. Оно высокое достаточно. У меня больше всего в этом случае... Бюджетные деньги были... Претензии даже не к тем, кто проектировал. Кто непосредственно делал, приваривал эту сетку и ставил ее. Они-то головой думали и нет. Они сами-то как оттуда выходили. Ну, они, видимо, снаружи это все делали. Если бы они изнутри делали, они потом вспомнили, как мы ходили к этому. Да. Ну, смешно и гоника. Кстати, вот в целом, если о ситуации говорить с детскими площадками, спортивными в городе, на мой взгляд, это уже вот... Ну, как-то мы замкнулись вот на этом, на всем. Если реализуется проект поддержки местных инициатив, что будем делать? Давайте площадку сделаем. Нет, по площадке я могу сказать, по примеру нашего дома. У нас дома построили площадку. Вот аналогично только. Ну, она была с дверью. Ну, это типовый проект. Да. И там появился энтузиазм, который приходил туда, привлекал молодежь, мальчики, там, до 20 лет, часов, и там, позднее, и зимой, и летом, и в дождь, и в слякоть, там, играли в футбол, ребята собирали целыми днями. То есть, у них какой-то распорядок есть, да? Да, потом, по какой-то причине он ушел, она пустая стоит. То есть, площадки настроить это одно. Надо кто-то, чтобы на них организовывался, делал. Сами собой дети не прибегут. Вот смотрите, яркий пример, детская площадка. Да, у вас рядом. У нас вот, да, во дворе домов, рядом с Московской 40. Отрыли, похлопали, ленточку приорезали. Помните, да, чиновники приезжали, благодарили, в наше предприятие участвовало тоже в финансировании этого всего. Ну, и вот что сейчас представляет собой эта площадка? Огромный провал в центре, сломанная вот эта сетка ограждения, то есть, ну, не знаю. Ну, у нас так же, у дома тоже. Гетто уже порвано, где-то... Вот что с этим делать? Ну, не руки же, извините, не конечности же лишать людей за такие. Ну, во-первых, это говорит о том, что где-то в бюджете не было заложено средствами на содержание этих площадок. А они должны быть заложены? Мне кажется, да, потому что все равно не требуют ходу-ухода, ремонта и так далее. Даже зимой, например, почему бы не залить катоки? Пусть небольшой, но фигу-менее. А мне кажется, это вопрос такой риторический. То есть, не бережем то, что имеем. Почему бы не уделить это внимание и самим как-то организоваться жителям ближайших домов? Я, я, с чего я носил, кто за организатор все равно должен быть. Давайте будем следить, давайте будем чистить от снега. Вы знаете, вот я не раз разговаривал с людьми, которые в домах живут, где-то у них двор не было бы устроено, еще что-то. И очень многие говорят очень интересную вещь. Они говорят, мы готовы дать денег, но нужно, чтобы кто-то организовал это. Организатор. Николай Пихтин, общественник, особое мнение. Середина часа у нас, 13 часов 29 минут. Сейчас будет рекламная пауза на минуту, и мы вернемся к нашей беседе. Продолжаем наш разговор. Николай Пихтин, общественник. Давайте про итоги урбанистического форума, первого, который прошел в Кирове 23-24 октября. Вы, безусловно, там были. Я на открытии был. И на открытии, да. Вот в целом впечатление, что интересного вы услышали, с чем вы можете поспорить, к примеру? Вы знаете, я был на открытии, остальные материалы, секции, я... Черпали из интернета. Да, черпал из интернета, читал или видео смотрел. Дело в том, что здесь есть несколько принципиальных вещей. Мне кажется, форум удался. То, что такие цели, задачи ставили, они оправданы. Во-вторых, надо понимать, что такого рода форумы, это стратегические вопросы ставятся. Это не вопрос, что завтра там будет, вот, на реке, что-то отремонтировано, это стратегические вопросы. И, насколько я понимаю, то городадминистрация, в общем-то, все эти предложения собирают сейчас, будут анализировать, будут приглашать уже специалистов, которые будут разрабатывать конкретные какие-то документы, там, и так далее, и так далее. И часть, я уверен в этом, часть идеи предложений с Урбонфорума, она попадет в генплан форум, который вновь у нас делается. Так что я считаю, что через энное время результат сбой. Что самого ценного, что самого впечатлительного лично для себя, вы можете отметить из тех проектов, которые там обсуждались? А враг за ссора? Да, все, абсолютно, но для меня, наверное, самое важное было, это то, что приехали люди с внешним взглядом, незамыленными кировскими, и предложили свои варианты, как вот они увидели, как они понимают это все. Мне кажется, вот это очень полезно, потому что у нас в сфере все же глаз замылился, мы не так это все видим, не так это замечаем. Ну, так или иначе, наши местные специалисты, которые там побывали, и которые уже приходили после этого в наши студии, они говорили о том, что, побывав на форуме, мы подтвердили те мысли возможные, те знания, которые у нас уже есть, и просто вот нас вдохнули еще раз это понимание. Мы как-то вот зарядились, действительно, сейчас вот есть сознание. Задача форума, одна из задач форума, это и была. Зарядить профессиональное сообщество, чтобы они занимались, и мы такие вещи делали. Вчера в программе «Урбан» мы довольно подробно обсуждали, вот одно из предложений, которое там звучало, это развитие, в первую очередь, центра города. Не должен разрастаться город, да, какими-то хаотичными темпами, вот новые микрорайоны на окраине специалисты говорили о том, что окраины городские нужно отдавать под малоэтажное строительство, вот давайте мы в центре будем работать, благоустраивать, уплотнять, а потом уже вот от центра пойдем. Вам близка эта точка Залевухина? Частично, да, близка, и я хочу немножко, так сказать, разъяснить. На открытии как раз спикер сказал про точную застройку, что он как бы сторонник точной застройки. Это Илья Залевухин был? Да, Залевухин, да. Но на самом деле он имел в виду не ту точную застройку, которая в нашем понимании, когда прямо во дворе появлялась вдруг там высотка там и так далее, он имел в виду точную застройку, когда настроили какие-то коммерческие здания, там вот эти же торговые центры и так далее, но нет детских садиков, нет школы где-то, нет медучреждения, вот их придется точно встраивать в город сейчас. Потому что вот... Социальную инфраструктуру, так называемая, обеспечивается. И как вот пример я могу привести, вот у нас на Дружбе вот этот спортжилой комплекс «Алим» построили, там громаднейшее число жителей, а школ-то нет, а поликлиника-то справится. Но рядом дворец КМР. Нет, я про школы говорю. Ты про школы. Да, там две школы всего, 51-я и 59-я, а поликлиника на Некрасово, она справится, а там ведь комплекс-то громаднейшее, еще с перспективы развития. То есть вот придется встраивать, куда-то где-то ставить. Как Вы считаете, можно ли такую ситуацию переломить, все-таки, вот, да, с появлением новых домов, новых микрорайонов, чтобы здесь же и появлялись и школы, и поликлиники, и детские сады, и так далее? Просто там разные точки зрения. Некоторые строители высказываются за то, что нет, это дела муниципалитета, пусть муниципалитет выделяет деньги, а мы построим. Но за свой счет мы этого делать не будем. Нет, ну, отчасти они правы, да. Отчасти они правы, да. Здесь совместно должны быть. И, кстати, вот на этом, на Урбан-форуме это проявилось, о том, что все же и власть, и профессиональное сообщество, и бизнес, и общественность, они начинают вместе работать все. Тут я, скорее, на стороне строителей, будь-то сидел, и дальше дом построить, а инфраструктура, вот эта вся, это уже город должен строить, он обязан просто это делать. Нужен ли на ваш взгляд Кирово-урбан-форум в качестве ежегодного регулярного мероприятия? Сети-менеджер Илья Шульгин выразил надежду, что повторяется. Мне кажется, нужен. Мне кажется, нужен. Очень полезное дело, да. Вкупе еще вот то, что вот форум прошел, его выставка зодчества, там же тоже были секции. На Суриково-19 выставочный зал. Там секции были, там очень много проектов выставлено и так далее. То, что уже реализовано, или будет реализовано, очень полезное дело. Давайте про октябрьский проспект поговорим. Желтые граждане эти, да. Вестники-Розорух я написал, да. Хорошо, вот сам факт, конечно, что вы вынесли из этой всей истории, общественность вот так активно с критикой поднялась этих желтых заборов, и ведь возымело это последствия. И Шульгин сказал, что нет, не нужно так поступать. И вот принято решение о том, что эти ограждения будут демонтированы до Нового года. По словам руководителя Дирекции Дорожного хозяйства Эльберта Гутнова, 4 миллиона с копейками потребуется. Бюджетные деньги. Вы знаете, когда... Что такое было, Николай Бутович? Там на самом деле еще хуже. Когда, значит, у меня на работе или где-то мы собирались, вот ребята, несколько человек, и мне впервые задали тему о том, что, слушай, вот эти заборы желтые ставят, что они вообще никакой задачи-то не решают. Практически поздно. Почему я решаю? КПТД говорит, что это... Сейчас, секунду. Я сначала воспротивился. Как преграда пешеходам, что там не переходили, там не переходили. Потом стал по городу ездить, присматриваться. И пришел к твердому убеждению, 90% их установили, они эту проблему не решают. Они стоят вообще непонятно зачем. И вот как фотографии, может быть, видели даже в соцсетях, я выложил это напротив здания ФСБ. Там тротуар идет. И рядом с тротуаром, ну, такой, сантиметров 20, наверное, такая чугунная решеточка, древняя, когда сделана красиво-красиво. А газон через дорогу поставили, желтый забор. Зачем? Там никто не лазил никогда. Какая безопасность? На всякий случай. Как это часто бывает. Нет, ну, давайте вспомним Райкина и сверху еще колючую проволоку и для эстетики 220 вольт. Ну, многие, да, неравнодушные люди стали высказываться. Некоторые места, да, они необходимы, чтобы ограничить, чтобы люди действительно в этом месте перебегали. Но в 90% случаев они стоят абсолютно бесполезно. Ну, вот вся эта история, да, с ограждениями, она вселила вас в них уверенность, и подтвердила то, что если сказать нет общим станом, то что-то может измениться. Да, ну, здесь разум восторжествовал все же, и Шульгин видит, и люди видят, что неправильно. Олейная часть на Октябрьском проспекте, ее тоже коснулась дискуссия. ГИБДД предоставил данные о том, что данные опроса, что якобы кировчане не против, чтобы олейная часть была сокращена, расширена проезжая часть. Когда я первый раз это услышал, Владимир, это вообще я был шокирован. Вот в моем понимании, какой здравый человек будет писать о том, чтобы убрать аллею в ГИБДД? Ну, он мог мэру написать, ну, он Путину мог написать, но не в ГИБДД. Да кто его знает, что там в голове? Я допускаю. Дальше, пусть мне ГИБДД покажут эти письма, кто им писал, без авторов даже. Они, письма вообще есть или нет, с чего это взяли, потому что аллею надо убирать. Вот, расширить проезжую часть. Сети-менеджер Шульгин сказал, что не дам, не дадим. Возможно, за счет тротуаров это будет сделано. На Урбан-форуме этот вопрос тоже обсуждался. Специалисты говорили о том, что расширение проезжей части, это по большому счету путь в никуда, потому что все равно там будут пробки и так далее. То есть автомобили они заполонят, просто освободившиеся пространства, и все. Время от времени я проезжаю по Ахьярскому. И в днем, и в часы пик проезжаю. А на самом деле пробка, это большая где? В районе Московской. И то, с одной стороны, Геалая Пауса, вот там, вот, а больше пробки на Ахьярске. Ну, у Лепси еще, там другая история. Путепровод, вот, у ОЦМ тоже. Ну, вот я и говорю, вот, вот, и все, а больше-то нет. Представляете, по Дзержинскому путепроводу, который у ОЦМ, там вообще странная история. Там стоят машины, аж до Лепси тянутся, а после идет и Ахьярск, и Дзержинскому пусты. Куда машины пока пропадают. Бермудские треугольники. Вот этот сгусток, да, вот этот сгусток. И если расширить полосу, ничего не добавится. Мне кажется, это не решение проблемы. Выделены полосы для общественного транспорта на Октябрьском проспекте? Мне кажется, не придет. Почему? Потому что, ну, узко-то. Узко, да. Узко для... Нет, ну, может быть, частично где-то вот внедрить, попытаться на Октябрьском проспекте. Я, честно говоря, я пока не представляю. Запаска лица, да, к этой идее. Ну, это опять же обсуждается, это опять же обсуждается. И там, кстати, Шульгин правильно подметил, что вдоль дорог на Октябрьском проспекте полно машин стоят, которые явно нарушение закона стоят, где нельзя останавливаться. Но он говорил, что... И вопрос ГИБДД, а они почему это не устраняют? И это их работают. Зная пример тот же Казани, то той же Казани, как это решалось у нас, был специалист, по-моему, по телефону, там вся задача, в том числе в слаженной работе всех структур. Конечно. То есть если мы запрещаем, ГИБДД сразу же должна брать и эвакуировать, брать, эвакуировать. И неважно, какой штраф, не в этом дело. Неделя, месяц, два пройдет, когда человек столкнется с такой ситуацией, что он оставил под знаком, а у ИДИ он не обнаружил в своей машине, но он привыкнет, что не надо так делать. Все верно. Не надо так делать. Сложенная работа, безусловно. Современные технические средства все позволяют сейчас это делать. Видеокомерка, все решение. Те или иные решения. Хорошо. В общем, к выделенным полосам вы пока с осторожностью относитесь. Дальше. Да, да. Про троллейбус-то хочу вас спросить. Выяснилось, что он сломался? С каким пафосом его нам презентовали, да? И пообещали нам... Нет, троллейбус на автономном ходу на новая авиация. Понимаете, я когда прочитал про это, у меня ухмылка появилась. Почему? Потому что, в принципе, когда новая вещь делается, если в ней произошло что-то, это гарантия того, что в дальнейшем меньше будет поломок. На самом деле. Вечно новая. Только экспериментально, только пробуйте его. Вполне могло поломаться. Но, в конце концов, любая техника ломается. И чем раньше она сломаться, тем лучше. Ну, это производитель как-то. Производитель же выезжает. Выезжает причину, конечно. Что он должен засвоить. Так что, мне кажется, ничего страшного в этом нет. Ждем десятки, ведь мы ждем десятки новых автобусов и троллейбусов в ближайшие годы. Но с троллейбусами, честно говоря, вообще непонятная ситуация. То нас уверяли, что это зло, и надо убирать, то вдруг оказалось, что это перспективно, и надо наполнять. Непонятно, отчего рода как это. Вы определитесь, да? Да, надо было определиться городу однозначно. Какие его ресурсы. По поводу Новоаветской, ведь эта идея, она десятилетиями, по-моему, уже обсуждается. Ну, да, очень, очень давно. Вот сейчас технические возможности позволяют. Троллейбус Башкирского завода. Бесконтактный. Да, бесконтактный. На автономном ходу до 35 или до 40 километров. Запустят пока. Ну, надеемся, что запустят, безусловно. Не, я ездил на троллейбусе по горам. Геленджик Новороссийский. Угу. Там, мол, километров 50-60 обучался по горам. И я думаю, вообще, сейчас свалимся в штудах пропасть. И ничего, гоняю. У нас пропасти нет. И зимой, и летом, и весной. По дороге на авиацию. И довольно шустренько. Руководство ЭТП так невзначай заметило, что появление нового транспорта, плюс удорожание топлива, это все приведет к тому, что стоимость проезда надо будет поднимать. Ну, это классика. Я часто слышал практически каждый год. 22 рубля, напомню, сейчас у нас проезд в общественном транспорте. Там еще новая идея была, что днем сделать дешевле, а в часы пик дороже. Да. Минтрансу предложил. И как пилот на некоторых городах будем запускать. А помните, еще говорили о том, что... Одно, но я часто ищу, для меня не лособы вот какое. У меня может оказаться такие идеи, что я уже подорожил. Страхово. А, ну да. Помните, еще идея обсуждалась, она, по-моему, где-то внедрена, внедрена, может быть, в Москве, в общем, сейчас вы поймете, о чем идет речь. Это когда тебе дается определенное время, и ты по одному билетику можешь пересесть на другой транспор, чтобы добраться. Я такое видел в Нижнем Новгороде. Правда, давно это было. Там вообще, вот я приехал, мне вечером надо было обратно уезжать. Я взял билет на один день. Еще и уже без... Поэтому билет не ездил. Не каждый раз выкладываешь. Очень удобно. И там у них были на день, на три, на пять. Там, пожалуйста. Очень удобная штука. 30 секунд остается, Николай Анатольевич. Какой бы артообъект вы поставили в Кирве? Я уже последний вопрос. Вспоминаю про конкурс Культурный след, о котором мы рассказывали в частности на сайте нашем. Любой желающий может предложить свои идеи. 5 лучших будет реализованы. Это Всероссийский конкурс. Вот чего не хватает такого? Я считаю, любой артообъект в городе он украшает. Там тема литературы берется, тема писателей. Можно Грина, пожалуйста. У нас Бюс есть Грина. Почему бы еще не сделают? Вообще Грина вот эту тему развивать дальше. У нас есть бегущая по волнам, там еще что-то. Вот и в развитии этого. Почему бы нет? Ну, честно говоря, это отдать на откуп авторам, художникам. Они придумают, что сделать. А как же памятник Цою, о котором вы говорили ранее? Увы. Увы. Но мечта-то не так и остается. Пока остается. Я, конечно, не забыл. Но, увы. Не поведешь. Скульптурная композиция. Ну, да. Да. Скульптурная композиция Виктору Робертовичу. Посвященная. На этом завершается время нашей беседы. Николай Пехтин, общественник. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.